К нашему эфиру присоединяется эксперт по ракетно-ядерному вооружению, политтехнолог Александр Кочетков. Александр Борисович, рад приветствовать. Взаимно. Александр Борисович, как считаете, это и есть те самые действия Запада, которые идут в противоречие заявлениям, риторикой Запада? По сути, то, что мы слышим очень часто из уст представителей Соединенных Штатов Америки или других западных государств, это призыв к сдержанности. Поскольку действия Украины в определенный момент могут привести к эскалации. Какой эскалации? Судя по всему, ядерной эскалации, поскольку угрозы о ядерной эскалации постоянно звучат из Кремля. Но это заявления, а действия совершенно иные. Мы сейчас видим модернизацию ядерного потенциала. Что касается себя, то действительно другие. Что касается Украины, то действительно сдерживание. Обращать внимание на российские доктрины не имеет смысла, потому что там с искренностью присущей идиоткам все сформулировала бывшая лыжница Елена Вяльбе. Она у нее, очевидно, крепление каким-то лыжным перещелкнула какую-то извилину важную. И вот она, как идиотка, искренне изложила, что если бы они кинули самую большую бомбу на какой-то Лондон, то их после этого немедленно все бы полюбили, зауважали и начали жить душа в душу. Вот такая вот эта непознаваемая, потому что извращенная русская душа способна представить, что бьет, значит, любит. В мире не так. И вот наслушавшись этих угроз, размахивания ядерных дубин, изменения доктрины и все такое прочее, да, мир стал перевооружаться. Не пугаться, не договариваться, а перевооружаться, усиливать свою безопасность, свои возможности. И то, что сделали ядерный сердечник, ну на самом деле это ерунда. Они его делали, подобные сердечники, просто восстановили производство. В прошлом веке это делалось без никаких либо проблем. И Россия способна производить подобные ядерные сердечники. А вот цимус-то заключается в том, что это элемент, первый шаг в огромной программе перевооружения Соединенных Штатов. То есть они меняют и ядерную, модернизируют и меняют на более смешенную, и элементы ядерного оружия, и носители, которые у них-то и раньше летали. Они меняют ракету «Мини-Мент-Мэн-3», которая прекрасно вообще летает. Но она в 70-м году встала на вырушение, 50 лет простояла. Ну ее, в общем-то, надо менять. И менять все целиком они собираются. Они собираются инфраструктуру менять. У них там медные провода, по которым информация передается в эти шахты. Они будут менять на оптиковые оконные, которые более защищенные. То есть полная модернизация, которую, может быть, они бы и отложили, если бы не эти идиотские, пустые, бессмысленные угрозы страны России. Что касается Украины, нам-то вообще надо действовать. Американцы нам периодически говорят не для протокола, вот так, в дружеской беседе, а вы поступайте не так, как мы вам советуем, а так, как мы поступали в такой же ситуации. То есть делайте, как мы, а не так мы вам публично советуем. И нам нужно перевооружаться, развивать наши оборонные возможности и двигаться в направлении, чтобы мы могли новыми своими разработками, дронами, в частности, нивелировать наличие ядерного оружия у нашего не вполне адекватного соседа. Александр Борисович, как считаете, чисто гипотетически, а стоит ли Украине вернуться к ядерным разработкам? Бессмысленно. Ядерное оружие, оно все больше и больше оказывается в прошлом. И нам сейчас, это очень масштабное производство, которое невозможно скрыть, а с учетом тех потерь, которые испытала Украина и финансовое состояние, нам просто неоткуда будет взять на эту очень дорогую программу деньги. И если мы начнем это все делать, это тут же будет видно, поскольку цеха, скажем, по обогащению урана или плутония, это огромнейшее производство, которое занимает чуть ли не гектары площади. Там эти центрифуги, которые крутятся за скоростью, с оборотом 90 тысяч оборотов в минуту, и их нельзя останавливать в течение нескольких лет. То есть это масса электрической энергии. Вот ничего этого у нас в наличии, к сожалению, не может быть, к счастью, нет. Поэтому нам придется действовать более технологически и использовать технологии не 20-го века, ядерное оружие 20-й век, а 21-й век. Это рой дронов, это искусственный интеллект, это ракеты, которые этот рой дронов способны выбросить в район вражеской шахты с атомной ракетой и не допустить ее старта, разрушить ее до того, как она стартует. Это перспективное направление. И Украина действует на перспективе. Мы вообще-то опережаем Россию. Они опережают по масштабу, по ресурсам, по людоедским своим подходам к собственному населению. А мы должны их опережать креативом. Креативом нам пока опережать удается. Какие цели, как вы считаете, Кремль пытается добиться, озвучивая раз за разом все новые ядерные угрозы, в том числе, которые связаны, например, с изменением доктрины применения ядерного оружия? Ничего нового там не прозвучало в этой доктрине. Почему я ссылаюсь не на Путина, а на Гальбе? Она высказалась точнее и определённее. Хотя то же самое и Медведев, и Путин, и все остальные там говорят. Они поменяли в этой доктрине слова, а по сути все осталось так и раньше. То, что они там говорили, что союзное государство Беларусь, мы его и так будем защищать, они всё время об этом говорили. То, что они там при угрозе даже не ядерного нападения на Россию оставляют за собой право применять ядерное оружие, ничего не поменялось в этом смысле. Нам нужно смотреть, нам и всему миру смотреть на то, что происходит, какие действия, а не слова. Вот здесь мы увидим неудачный запуск испытания тяжёлой ракеты «Сармат». Это такая неудачная пиратская копия украинской ракеты «Сатана». Вот она у них не пошла. И надо следить за тем, не будут ли они готовиться к проведению ядерных испытаний. Дело в том, что проведение ядерных испытаний продемонстрируют и России, и всему миру, а есть ли у них в действительности работоспособное ядерное оружие, как минимум тактическое. Со стратегическим более-менее понятно, что оно таки есть, скорее всего. Тоже не 100%, но скорее всего есть. А вот с тактическим полная непонятка. Но они боятся провести такие испытания, поскольку король может оказаться голым, если испытание будет неудачным. Весь мир тогда поймёт, что бояться там на самом деле особенно-то и нечего. Следить за действиями, не обращать внимания на пустые слова. Это неопределённость, которая сейчас висит в воздухе, связанная с тем, что действительно нет доказательств эффективности работы того самого оружия ядерного, которое есть у Российской Федерации. Насколько неопределённость влияет на наших западных партнёров в процессе принятия решений? Давайте даже не так, перефразирую. Как в процентном соотношении, какое количество западных партнёров всё ещё подвержено влиянию подобных угроз? Минимальное количество. И то, что их нерешительность, в первую очередь, Соединённых Штатов, как лидера западного мира, все остальные так или иначе вынуждены пристраиваться. И то, что они не только политически вынуждены пристраиваться к лидеру своему Соединённым Штатам. Там же есть вполне практические вопросы. Но, скажем, те же британцы не могут разрешить использование в губе России ракет «Штормшедоу», поскольку там есть американские компоненты. И для этого нужно разрешение Соединённых Штатов. То же самое и в других ракетах дальнобойного оружия, которые есть на вооружении стран НАТО. Где-то там обязательно отрищется какой-то процессор американский. Соответственно, они со-разработчики оказываются. И, соответственно, у них надо спрашивать разрешение. Соответственно, у штатов боязнь уже, в общем-то, пропала. Они стараются не испортить себе избирательную ситуацию. Вот накануне сложных, ну, таких достаточно скандальных выборов президента Соединённых Штатов. Вот они не хотели бы, чтобы какие-то их шаги были использованы в этой кампании. Ну, к примеру, дают они разрешение на дальнобойное, применять дальнобойное оружие, Белый дом нынешний. Ну, и тут же там кандидат в президенты Трамп говорит, что ООНа стянут в войну. Это как-то может повлиять на настроение избирателей. Не потому, что боятся Путина. Все уже утомились и перестали обращать внимание на слова и присматривают внимательно за делами, за поступками, за шагами. А вот боязнь усложнить ситуацию, перевыборы и всё такое прочее внутри своей политической борьбы, вот это влияет. И это надо понимать. В Европе, между прочим, тоже внутриполитическая ситуация стала значительно больше влиять на шаги, на действия, на намерения европейских политиков. К сожалению, у нас пропал звук. Я вижу, что вы что-то говорите, но я не слышу вас. Попробуем переподключиться. Александр Борисович. Сейчас перенаберём Александра Кочеткова, эксперта по ракетно-ядерному вооружению и политтехнолога. Напомню, обсуждаем тему ядерных угроз, которые постоянно доносятся из Кремля. И реакция на эти ядерные угрозы, в частности, на Западе. Соединённые Штаты Америки, Великобритания, Франция, другие государства. Насколько эти угрозы всё ещё влияют? Как вообще эти угрозы воспринимаются нашими западными партнёрами, западными партнёрами Украины? Как относятся к тому же кремлёвскому диктатору на фоне озвучиваемых им угроз? Как относятся к другим представителям Кремля и окружения Путина, которые просто как под копирку одно и то же твердят относительно ядерного пепла и всего того, во что они ядерным оружием хотят превратить западных партнёров Украины за ту помощь, которую западные партнёры оказывают нашему государству в процессе деоккупации украинских городов и населённых пунктов, возвращения к границам 1991 года и прекращения той незаконной и подло развязанной войны, которую россияне начали против нас. Надеюсь, сейчас наладим связь, но если нет, мне подсказывают, что, вероятно, не удастся, мы получили большое количество ответов на основное количество вопросов. В любом случае, следим за развитием событий.